Сегодня Московский проспект красивен как никогда. Нет маршруток, нет стоянок, есть обочина, ну и конечно все забито транспортом. Транспорт, транспорт, транспорт. Так вот, обсуждая проблему повышения стоимости за проезд на маршрутных такси, у меня всегда задается вопрос. Чем обосновано? Тем, что они говорят, что техобслуживание дорогое, тем, что затраты на топливо большие. Да нет, ребята. Нет. Оказывается, когда они убивают людей, гробят чужие машины, проезжая как всегда, без соблюдения правил дорожного движения, то оказывается это для них дешевле. 5, 6, 7 тысяч евро ремонта. Ну что поделаешь, такова сущность наша, наших людей, видимо. Но за что мы платим? Или за что мы должны платить? За то, что в грязи, за то, что в духоте, за то, что нас возят, ну, пожёстче, чем перевозка животных? Так, может быть, нам не надо этого? Ведь город у нас какой красивый. А вот бы ещё, если бы соблюдали правила дорожного движения, было бы ещё красивее. Так что, господа маршрутчики, без вас как-то спокойнее по дороге-то передвигаться. И именно так сегодня выглядит мой родной Кишинёв. Без маршруток. Прямо счастье какое-то. Ну как вы думаете, друзья, плохо без маршруток или хорошо? Я думаю, хорошо, когда соблюдается правило дорожного движения. Когда зависит не от того, что стоимость высока, а зависит от того, какая ответственность у наших водителей перед теми, кого они перевозят. Город без маршруток – это минимальные дорожные происшествия, которые могут быть в Кишинёве за счёт другого легкового транспорта. Ведь очень свободно сейчас передвигаться. Да, есть пробки, но не такое количество. И никто тебя не подрежет сегодня, ребята. Запомните это число. Сегодня, 11 июля 2014 года, забастовка наших знаменитых и любимых маршрутчиков. Счастье-то какое! А может быть мы всё-таки сделаем так, что общественный транспорт всё-таки займёт своё достойное место с уважением и принесёт в городскую консну больше денег. Друзья, в рамках этой авторской программы, именно скажу так, «Если мы не будем игнорировать нарушения наших водителей маршрутного такси, а будем просто относиться к ним с презрением, то мы что-то изменим. Просто не будем садиться в это маршрутное такси. Вот так». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова